Длинная 7-метровая шея, веслообразные плавники, обтекаемое тело и два десятка острых зубов снаружи. 80 миллионов лет назад такие существа встречались в океанах, а в наши дни их можно представить на экскурсии по Азовскому музею-заповеднику. Волонтеры отряда «Доброе сердце» из Родионова-Несветайского района приехали сюда по приглашению губернатора. Если честно, я в первый раз оказалась в городе Азове. Мне удалось посетить музей. Мы пока рассмотрели только первый зал. Я никогда в своей жизни еще не видела таких экспонатов. Мне очень все понравилось. Очень интересно. Волонтерский отряд «Доброе сердце» Большекрепинской школы появился 19 лет назад. Школьники наводят порядок у памятников, помогают ветеранам и современным военнослужащим. Поощрить их за неравнодушие попросили на интерактивном приеме губернатора. Это здорово. Это надо поощрять. Ребятам нужно говорить спасибо и делать добрые дела. Год добрых дел в Ростовской области. В программе экскурсии больше 25 залов с разной тематикой. Тут и археология со скелетами вымерших животных и, например, военная крепость времен Петра I. Разные темы. Это раздел палеонтологии, раздел археологии. Также увидят временные выставки и нашу особенную коллекцию золота сокровища кочевников Евразии на третьем этаже. Увидели школьники и единственный сохранившийся на юге России пороховой погреб, построенный в 1799 году. Артем Аладамов, Юрий Санкин. Первый ростовский.